Музыка В день городского опруга Щелково молодежная набережная в полной мере отвечает своему названию. На всем протяжении нового городского праздника расположились тематические, молодежные, а также спортивные площадки. Это действительно была уникальная возможность для всех желающих познакомиться с работой учреждений спорта и молодежной политики во всем их многообразии, как муниципальных, так и частных. Ну когда еще представится случай сыграть в шашки с чемпионом мира? Или получить мастер-класс по гиревому спорту, особенно если ты девушка? Настоящее ледовое побоище, правда в настольные игры, организовала для маленьких посетителей ледовая арена имени Владислава Третьяка. Центр тестирования ГТО предлагал всем попробовать себя в сдаче одного из нормативов – прыжка в длину с места. А вот как увлеченно зрители повторяли упражнения китайской гимнастики цигун. Сделай 10 раз. Если ты 10 раз не поймешь, сделай 100 раз. И вот когда ты сделаешь 100 раз, ты уже поймешь, для чего это упражнение нужно, на что оно воздействует, что оно улучшает. Не забываем, что праздник в этом году посвящен двум датам – 90-летию Московской области и 90-летию со дня образования Щелковского района. Небольшую краеведческую и военно-историческую экспозицию представил на набережной кадетский казачий отряд клуба «Ровесник». Уже 30 лет им руководит Аркадий Слесарев. Сменилось не одно поколение его воспитанников, которых Аркадий Петрович увлекает изучением военной истории, казачьих традиций и современных армейских навыков. Ну, видите, вещи довольно уникальные есть по истории Щелковского района, по истории боевых действий, по истории более древней истории. 12-й год, тут у нас были боевые действия, вот это сейчас ядро найдено в районе села Мерево, да, на Клязьме. Патроны авиационного пулемета, в частности, гильзы авиационного пулемета, Чехоловского аэродрома, пулемет Браунинга. А как у вас оказались? Находки случайные. Конечно, власти городского округа не могли не познакомить с новой молодежной набережной наших гостей из городов-побратимов. При этом прогулка у них получилась еще и познавательной. На каждой площадке небольшой экскурс. И сегодня на площадке играют спортсмены из разных видов спорта. Это с поражением опорного двигательного аппарата. Но, тем не менее, крайний мальчик, который играет в бочи, мастер спорта по бочи, за ним играет тоже наш спортсмен, но занимается керлингом. Он мастер спорта по керлингу. Погрузиться в ретро-воспоминания предложил гостям один из городских интернет-провайдеров. Программа, возвращающая зрителя во времена Советского Союза, пионерии и комсомола, получилась едва ли не самой заводной и веселой. Это как раз замечательный пример того, как бизнес, частный бизнес интегрируется в социальную жизнь города и муниципалитета. Городской праздник предприниматели организуют абсолютно безвозмездно для всех посетителей площадку. А вообще, хоть программа на Молодежной набережной и называлась «Молодежной», развлечения и зрелища здесь могли найти себе представители всех поколений. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.